Здравствуйте! Сегодня мы завершаем наш шестой раздел нашего курса. Лекция будет посвящена творчеству двух крупных представителей философии всеединства, Флоренскому и Корсавину, а также близкому концепции всеединства Николаю Анафричу Лоскому. Итак, мы с вами уже рассмотрели двух представителей философии всеединства в 20 веке, и, разумеется, этим числом они не ограничиваются. Мы взяли наиболее интересные, наиболее оригинальные концепции, хотя, разумеется, и в концепции Эрна и других русских философов также есть удивительные философские находки, значительная высота философского творчества. Флоренский Павел Александрович получил математическое образование в Московском университете и, фактически завершив его, перешел в сферу богословия. Он заканчивает Московскую Духовную Академию и после окончания оставлен для работы в ней. Спустя несколько лет он возглавляет богословский вестник, издание Московской Духовной Академии, преподает в Академии, защищает успешно диссертацию магистрскую, принимает сан священнослужителя. Революция не меняет отношение Флоренского к происходящему в мире. Он, по-своему, подготовлен был к этому событию. Разумеется, не принимая революцию как таковую, он, тем не менее, находит оправдание не только для того, чтобы остаться в России, не быть высланным из нее даже насильно, но и принимает деятельное участие в практической жизни молодой Советской Республики. В это время он работает в комиссии ГОЛО, занимается техническими дисциплинами, он автор довольно популярного учебника «Диэлектрики и их применение». При этом он не приспосабливается к новой власти, он сохраняет сан священника, хотя, как хорошо известно, в это время священнослужители подвергались репрессиям. Он даже на свою гражданскую работу приходит в одеяние, подобающем духовному лицу, несколько шокируя окружающих. Естественно, это не могло долго продолжаться, в Флоренске был также подвергнут репрессиям. И хотя всегда находились люди, которые способствовали его освобождению, тем не менее, а как вы видите по датам жизни, жизнь у Флоренского была закончена расстрелом. Флоренский удивительный человек, это эрудит, знаток многих естественных наук. Естественно, прекрасный знаток философии, сам в первую очередь философ. Философ не чуждый и разработок богословских тем. Как вы уже слышали, он не только знаток, но и участник разработки естественно научных, технических дисциплин. Высоко ценится и в настоящее время работы Флоренского посвященное искусство видения, искусство знания. У нас будет возможность остановиться на некоторых идеях его из этой области в конце рассмотрения философии Флоренской. Начнем мы прежде всего с упоминания об одной важной школе, которая сложилась в России, в Московском университете в последней четверти 19-го столетия. Это так называемая Московская философско-математическая школа. Она возглавлялась, она сложилась прежде всего из работающих в Московском университете математиков, а возглавлялась профессором Бугаевым, отцом известного поэта, прозаика и теоретика символизма Андрея Белова. В этой школе главным было понятие так называемой аритмологии. Аритмология это понятие, символизирующее новое видение мира. Если угодно, новую картину мира в разработке которой важная роль отводилась в том числе и средством математики. Главная идея аритмологической концепции это идея прерывности в структуре бытия. Она противопоставлена идее непрерывности. Идея непрерывности, которая естественно следовала из аналитического подхода, неизбежно в силу этого неизбежно в силу этого универсализирующим причинно-следственные связи и тем самым как бы исключала из реальности феномен свободы воли и была неэффективна в рациональном отображении прерывности природы и психики. Вот это направление мысли было подхвачено Ларенским и оно подверглось дальнейшей разработке обобщения и детализации. Два слова тем, чтобы вам было понятно в чем различие этих подходов. На передний план выступает противопоставленность двух идей. Идея непрерывности, континуальности иначе выражаясь, мира, в котором нет никаких разрывов, где царствует плошность и непрерывность и хорошо описывается аналитическими уравнениями, уравнением математического анализа. и прерывность. Так называемая дискретная математика, это название укрепилось уже в 20 веке, исследует напротив процессы, которые характеризуются наличием дискретных элементов. В 19 веке к числу таких дисциплин относилась достаточно бурно развивавшаяся уже в то время теория вероятности. К этому прибавилась к концу века теория множеств. Вот, если угодно, для Плоренского теория множеств была некоторым таким как бы исходным математическим фундаментом для попыток пересмотра аналитической картины мира, мировоззрения, сопутствовало механистическое мировоззрение, мировоззрение, одновременно имевшее материалистический характер, мировоззрение, противостоящее религиозному взгляду. добавим к этому, что при всех плюсах механистического мировоззрения, а под эгидой его развивались практически все естественные науки был налицо и минус. Этот минус был связан с неэффективностью аналитического подхода при изучении психических веществ. В частности, что касается феномена свободы воли, то ему просто не оставалось места. Вот если угодно, философско-математическая школа была озабочена тем, что собственно наука отступает перед этим кругом проблем. Наука не имеет средств для того, чтобы их соответствующим образом освещать. Учитывая еще и то обстоятельство, что деятели этой школы были людьми религиозными, была потребность в том, чтобы подснять такой конфликт обезбоженной механистической и материалистической науки с началами религиозного мира сверху. Господство аналитики для Ларенского это одновременно и господство формально-логического рассудка. Формально-логический рассудок, руководствующийся правилами формальной логики, законами непротиворечия, тождества, исключенного, третьего, страшится всякого противоречия. Вот эта самовлюбленность рассудка может быть поколеблена тем, что, скажем, удастся показать, что рассудок неизбежно сталкивается с непреодолимыми противоречиями, которые в философии носят характер антиномии, то есть противоположных тезисов, противоположных тезисов, исключающих одновременно друг друга и в то же время как бы равноценных по возможностям их логического обоснования и доказания. Вот для Ларенского сам феномен противоречия, феномен его неразрешимости, силы является свидетельством приближения к истине, настолько, насколько сам рассудок может приблизиться к истине. Но рассудок пасует противоречия, стремится всячески его исключить. И для восприятия антиномии во всей их глубине мы нуждаемся в более высокой способности. Эта способность также давно известна философия. Это правда. Мы не должны не смеем замазывать противоречия тестом своих философий. Пусть противоречия останется глубоким, как оно есть. еще одна цитата. Бессильно усилие человеческого рассудка примирить противоречия. Бялую попытку напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречия. Вот этот тезис относительно антиномии он открывал для Флоренского очень важные перспективы в разработке его варианта философии всеединства. Начнем с того, что поскольку сам принцип всеединства понятен, вот, и, кстати, наиболее ярко быть может, он может быть проиллюстрирован на интерпретации познавательного процесса. Познавательный процесс, как мы уже с вами знаем из материалов предшествующих лекций, посвященных представителям философии всеединства, предполагает так сказать сопричастность человеческого разума, человеческой способности понимания устройства самого мира. Всеединство как бы гарантирует возможность познания. Причем само обстояние познающего существа и объекта, оно не таково, каким представляется в теориях познания, ориентированных на рассудочные деятельности. Нет этого противостояния, коль скоро мы поднимаемся на более высокую ступень познания. Нам открывается внутреннее наличное единство субъекта и объекта. они не противостояния. Они собственно, эта мысль и развивается теория познания Клоренского. Общая его трактовка. Познание есть энергия, содеятельность познающего духа и познаваемого мира. познаваемое метафизически входит в познающего, а познающий метафизически выходит из себя к познаваемому, облекаясь его собой. Это очень важный тезис, к которому мы вернемся несколько позже, просматривая теорию или философию имени Клоренского. Сейчас мы постараемся понять, что вот такая трактовка познания дает возможность дать иное обоснования всей совокупности человеческих знаний, в том числе приобретенных с помощью рассудочных способов, формально логического рассуждения. Она позволяет как бы переосмыслить весь состав человеческих знаний и осуществить давнюю мечту русских метафизиков соединства дать синтез дать синтез философии науки и богословия. Вот эта жажда достижения цельного мировоззрения это слова самого Флоренского и движет к ним в разработке его метафизической концепции. Вот достаточно ярким проявлением и выражением этого движения мысли является теория имени Флоренского. Флоренский отказывается рассматривать имя как продукт простой конвенции. в человеческом сообществе осуществляется стихийный или скажем сознательный договор относительно того как именовать тот или иной предмет или лицо. по Флоренскому имя это то что связано с объектом не случайным не по конвенции и не по договору а то что является им самим буквально. Разумеется имя это то что не покрывает собою обозначаемый предмет но имя относительно относимо к этому предмету имя свидетельствует о его особенности о его существе важность этой концепции для Флоренского состояла не только в том чтобы углубить онтологическую трактовку познанию признать познание не просто одним из таких частных случайных процессов а постичь и истолковать его как нечто связанное с самим существом мирового целого но было другой он был связан попыткой обоснования правомерности особого движения которое кстати вот получило такой наиболее сильный характер в начале века имя слави это движение встречало отпор выражаясь так чрезвычайно кратко и популярно это была идея относительно того что в имени Бог дан сам Бог это не просто имя это сам Бог мы не будем вникать в богословские тонкости связанные с этой концепцией просто я хотел отсылкой к ней оттенить как раз вот эту значительную сильную связь имени вообще познавательных актов самим бытием существом бытия с тем что познание если угодно не оказывается ничего случайного коль скоро это познание подлинно и ориентировано на глубокую интеллектуальную интуицию на разумную деятельность значительный интерес в общей философии Флоренского занимает его концепция культуры и культу нужно сказать что русские философы метафизики могут быть с известной долей условностью разделены на две группы одна из них приемлет современную культуру она не отказывает этой культуре существовать она стремится понять эту культуру даже в ее негативных аспектах как если угодно как некую правду жизни то есть это своеобразное приятие на этом приятии лежит печать одновременно и отказа в высшем ее освещении но все-таки есть приятие и есть попытка понять правду этой культуры скажем ее гуманистический потенциал ее значение в богочеловеческом процессе ну для этих религиозных философов что касается другой то здесь иная позиция это позиция скорее неприятия неприятия она заключается в том чтобы определить будущее ближайшее историческое будущее человечества и деятельность человечества которая направлена на преодоление этой культуры на вытеснение ее из человеческой жизни вот к этой второй группе относится и флоренский с этим связано во многом и неоднозначное отношение к его творчеству и к его идеям современной философии скажем я имею ввиду и отечественных философов одни рассматривают его как глубокого мыслителя как человека прозорливого и поддерживают характерные свойственные ему интенции для других он скорее такой христианский фундаменталист человек который не способствует развитию православия и православной веры движения человеческой общественной жизни а стремиться законсервировать как бы догматизировать такое движение по флоренскому человеческая история человеческие сообщества знают как бы два своего рода крайних типа жизни и организации собственной деятельности для простоты мы обозначим эти два крайних типа на примере европейской истории а ларенский пользуется этой аналогией это средневековье и возрождение следовательно мы имеем возможность говорить о так называемом средневековом типе культуры и культуры культуры возрожденческой это разные типы культуры согласно флоренскому история это смена циклов средневековая средневековый тип культуры сменяется возрожденческим возрожденческий способен смениться средневековым вот 20 век ларенский рассматривал как последний век возрожденческой культуры ларенский не разделяет возрождение и новое время для него новое время это естественное следствие возрождения. Чем же характеризуются эти типы культуры? Возрожденческий тип культуры характеризуется раздробленностью. Раздробленность здесь обозначение, относимое к самым различным сферам общества и культуры. Индивидуализмом, господством логики, статичности, естественно связанной с логическим началом, пассивности, интеллектуализмом. Наряду с этим сенсуализм, иллюзионизм, аналитичность, отвлеченность, поверхность. Вот этим достаточно длинным перечнем особенностей схвачена в целом характерность культуры возрожденческого типа. Противостоящий тип культуры, средневековый тип характеризуется целостностью и органичностью, соборностью, диалектичностью, динамикой, активностью, волевым началом, прагматизмом, направленностью, направленностью на деяние, реализмом, синтетичностью, аритмологией, конкретностью, самособорностью. Вернемся к началу. Я хотел бы дать небольшой комментарий к этим признакам, потому что некоторые обозначения имеют несколько специфический характер. Что касается целостности, органичности и соборности, и даже диалектичности, то это понятно. Но вот речь идет о динамике, об активности, о волевом начале, наконец-то о прагматизме. Как же понимать это, хотя, казалось бы, естественно, это отнести как раз к возрожденческому началу. Все дело в том, что для Ларенского важен так называемый духовный план. Поэтому и прагматизм он понимает не так, как, скажем, это слово понимается в настоящее время. Как некоторые, ну, от примитивного, так сказать, делячества до, скажем, возвышенного, связанного с какой-то особой такой эффективностью. Нет, здесь и прагматизм, и волевое начало, и активность, все это введено в сферу духа. Все это говорит лишь о том, что духовное направлено на деяние действительное. На деяние, а не на какие-то, так сказать, мелкие расчетливые дела. В этом отношении, как сказать, все меняется. Реализм это не то, что синонимично трезвости. Это, скорее, реализм, как вера в господство общих начал. Реализм, скорее, вот в средневековом смысле. Синтетичность – это, опять-таки, иное обозначение целостности, холистичности человеческой культуры. Аритмология – это, об этом у нас речь уже шла. А конкретность – это, опять-таки, обозначение духовной конкретности, конкретности духовного. Самособранность – это свидетельство того, что человеческое поведение детерминировано, в первую очередь, не всякими внешними превходящими обстоятельствами, что оно, в первую очередь, не является чем-то исключительно реактивным, то есть откликом на что-либо происходящее, а оно имеет центром деяния самого человека. Сам его дух – вот такая резкая характеристика и лежит в основе оценок ценностных современной культуры в Флоренском, оценок достаточно негативных. Что является критерием для этого? Критерием для этого является то, от чего производна и сама культура, ушедшая культура от культа, источник всякой человеческой культуры. Это культ, культовое действие. И, следовательно, поскольку культура уходит от этого своего начала, приобретает как бы самостоятельный, самоценный характер, постольку она оказывается тем, что подлежит преобразованию, преодолению. С этим, если угодно, связан и такой своеобразный культурный аскетизм, стремление вернуть культуру в ее развитых формах к формам культа, к формам такого священно-символического действия, исполненного особым смыслом. Это как раз достаточно удобно проиллюстрировать на эстетической концепции Флоренского, касающиеся живописи, касающиеся введенных флоренским понятий, ну, не всецело, но хотя бы частично, так называемой прямой и обратной перспективы. Легко заметить, что в выконописи мы имеем дело не с обычной прямой перспективой, начало, которые были блестяще разработаны как раз в эпоху Возрождения. Это та перспектива, которая как бы давала нам представление о мире, каким мы его можем видеть буквально, собственными глазами. Мы можем видеть то, что мы способны видеть. Мы знаем, что в иконописных картинах ситуация выглядит иначе. Там изображено то, что должно было бы быть скрыто от наших глаз. Там нарушаются те перспективы, которые свойственны прямой перспективе. И Флоренский усматривает в этом глубокий смысл, как бы сущностное видение действительности. Такое видение, которое идет дальше поверхности вещей. Слово «иллюзионизм», которое мелькнуло в списке характеристик возрожденческой культуры, как раз и призвано обозначить такую поверхностность взгляда. Взгляда, не идущего вглубь и в суть вещей. Вот, это один из таких очень характерных примеров, одно из характерных проявлений достаточно острого и особенного взгляда на мир культуры, философии, философии. Этот взгляд отличает исключительно мощное, такая религиозная сосредоточенность. Своеобразный такой в свете нынешнего дня, какой духовный аскетизм. Но этот духовный аскетизм является аскетизмом только в глазах, так сказать, современного светского человека. Для Флоренского, напротив, он оборачивается богатством, и в этом смысле богатством духа и душевных движений, и в этом смысле эпитет аскетичный в отношении его взгляда, необходимо было бы отклонить. Другим характерным представителем философии всеединства был Лев Платонович Корсавин. Корсавин получил историческое образование в 10-х годах. Ему принадлежат две прекрасные работы, последовательно защищенные магистрская и докторская диссертация, посвященные религиозным движениям европейским и прежде всего итальянскому 12-го и 13-го века. Таким образом, Лев Платонович историк-комедийский, он как бы специалист по изучению истории средних веков, средневековой культуры. Но уже в этих собственных исторических работах заметен значительный философский интерес Корсавина. Интерес к философии. И вот этот интерес получает свое преимущественное развитие. И хотя в поздние годы жизни Корсавин возвращается к истории и подготавливает пятитомный труд по истории европейской культуры, он тем не менее срединный период посвящает в основном разработке собственно философских идей и концепций. Итак, мы с вами, я еще хотел бы сказать несколько слов о его жизни. Корсавин вместе с другими философами и учеными, и религиозными деятелями, и представителями ряда общественных организаций, например, кооперативного движения, был выслан из России в 1922 году. За границей он входит в тесные отношения с так называемыми евразийцами. О них у нас пойдет речь на следующей лекции. И становится своего рода философским, то есть главным философом евразийского движения. И проблематика этого движения, интенции, характерные и свойственные ему, нашли отражение и в том варианте метафизики, всеединства, которые Корсавин разрабатывал. Корсавин жил в разных странах Европы, но в конце концов он оседает в Литве. Это уже 30-е годы, и здесь многое плодотворно работает. Преподает в Бельгинском университете, пишет как раз в это время вот эту пятитомную историю европейской культуры на литовском языке. Вот. И здесь его застает война. Войну он пережил. Но в 49-м году, когда Литва уже стала советской, и прошло уже несколько лет, а уже в 45-м году его отстраняют от преподавания. Он работает директором одного из национальных литовских музеев. А в 49-м году он был арестован. В 52-м году он погибает в лагерях. Вот то, что я хотел сказать о таких биографических данных, биографической конве, относимой Тула Платоновича. Добавлю к этому, что вот эти годы, которые были проведены им в лагерях, в вполне нечеловеческих условиях, были тоже годами творчества. И удалось даже сохранить то, что было им сделано в это время. И этот период принес нечто новое в его творческую биографию, подлинно новое, если угодно. Хотя у нас нет возможности останавливаться на характеристике изменений, которые произошли, тем более, что все это долгое время вообще оставалось в Туне. То есть не было вообще известно. По свидетельству тех, кто был с ним рядом в лагерях, он проявлял стойкость духа, достоинство, а его высокоинтеллигентность позволяла переносить вот эти нечеловеческие условия на действительно достойный образ. Концепция всеединства, которую разрабатывал Корсавин, характеризовалась характеризовалась одной очень важной особенностью. Эта особенность состояла и заключалась в следующем. Корсавин рассматривает мир как иерархию различных слоев бытия. И вот эта иерархия, которую мы обнаруживаем в тварном, материальном, психическом мире, заключает в себе в то же время начало абсолютное, начало всеединства. Вместе с этим вот это всеединство по убеждению Корсавина не отличается совершенством, оно несовершенство, несовершенно. Оно несовершенно, и Корсавин поясняет это обстоятельство тем, что тварное не принимает в себе целиком и полностью, не способно, лучше сказать, принять абсолютное. Поэтому это так называемое, это термин самого Корсавина стяженное единство. Вся организация действительности заключается в том, что мы обнаруживаем вот эти цельные образования всюду, иерархии, где низшее включает высшее, и Корсавин старается развить такую концепцию, такую концепцию, которая позволила бы с одной стороны вести абсолютное начало, вести его как начало основополагающее, вся и все пронизывающее, и вместе с тем обнаружить вот ту особенность тварного, сотворенного мира, ту печать несовершенства, которая на все заключается. Другой очень важный мотив, мотив это признание того, что вот эти иерархии, вот эти цельности, а у Корсавина и я употреблю, забегая немножко вперед, есть другое слово, именно личности, личность, слово несколько, и термин с одной стороны нам хорошо известный и как бы понятный, но у Корсавина употребляемый в чрезвычайно широком смысле этого слова. На этом мы остановимся чуть позже, а сейчас я просто хотел бы отметить то, что вот эти цельности, или будем говорить личности, они проходят некоторый путь развития. Этот путь развития связан с тремя фазами. Эти фазы, эти фазы следующие. Первоединство, саморазъединение и самовосстановление. вот в чем смысл такого приединства? Оно несколько напоминает, скажем, гегелевские схемы, тоже триодичные, и в этой триодичности последнее как бы воспроизводит на более высокой ступени, то, что было изначально. Здесь скорее наоборот. Первоединство в известном смысле оказывается тем, что совершение самовосстановления. Самовосстановление, преодоление саморазъединения. Я полагаю, что после знакомства с идеями Соловьева, других представителей всеединства, вам станет понятным вот такой характер движения. Первоединство исходное, изначальное, это то, что разрушается в результате, ну, скажем, для религиозных деятелей разъединения, разъединения, своеволия, того, что на языке морали называется себялюбием и своеобразным уединением. Самовосстановление это преодоление такого состояния. И это преодоление, поскольку оно оказывается актом, протекающим в сфере материального эмпирического мира, оно остается все равно несовершенным, отмеченной той или иной мерой тяжелности, больше или меньше. Корсавин, подобно другим представителям всеединства, развивает концепцию познания, в которой растудочно и интуитивно противопоставляются. Я не буду углубляться вот в изложение этой концепции, она должна быть вам в общих чертах ясна. познания трактуется как акт самопознания бытия, следовательно, познание это то, что изначально внутри бытия, это не то, что вынесено наружу, существует внешним образом, это то, что обеспечено самой организации мирового целого, сопричастностью его частей в кавычках, частей в кавычках, поскольку это части органической целостности. И подобно другим представителям всеединства и религиозной философии познания, которое трактуется в рамках субъект-объектной схемы, где субъект противостоит объекту, где объект взят как нечто внешнее, внеположенное, сразу проблематизируя возможность эффективного познания. здесь имеет место как раз такая трактовка, согласно которой в некотором смысле самая возможность познания оказывается предрешенной, поскольку мы укоренены в бытии, поскольку мы стремимся укорениться в бытии. А вот своеобразный отрыв от этой бытийственной степи, господство искусственного, наносного и поверхностного и создает для нас естественность такого противостояния субъекта и объекта. У Корсавина есть даже такая аналогия, поясняющая внешний характер познания. Вот там, где оно доминирует, там, где вот такое представление естественно, там мы как бы находимся в так называемом растущем торгово-промышленном мире. Это мир разъединения, это мир автономности, это мир автономных сущностей, которые лишь по видимости для Корсавина обладают самостоятельным характером. Это самостоятельность мнима, поэтому и все, что проистекает из этой мнимости, также по большому счету оказывается неадекватным, ложным, иллюзорным. Обратимся теперь к личности, к очень важному концепту Корсавина, которым он обозначает целостность, иерархизированное целостность мира. Вот в чем особенность этого концепта? можно подумать, что Корсавин, скажем, персоналист, то есть подобно другим философам, рассматривает личность как некий такой безусловный центр, как нечто самодостаточное. это не так. Не случайно слово личность применимо и применяется Корсавином ко всему. Не только человеческому существу, в отношении которого оно вполне понятно и объяснимо, но и вообще ко всему, в том числе и к неорганическим образованиям, коллективным личностям, ну, скажем, народ, семья, класс, сословие и так далее. Почему личность? Речность вот почему. Во всех этих целостных образованиях, во всех этих, в кавычках, частях мира выражена, высказана, то, что лежит в основе все единства. В этом смысле они обладают как бы единосущностным характером. Это важно понять. но по Корсавину вот это абсолютное начало, все это всеединство, это не как бы мертвый философский бог, это не нечто вроде абстрактной субстанции, скажем, спинозы, а это личность. Это христианский бог. Причем именно начало личности связано с ним и только с ним. И вот постольку, поскольку отцвет этой абсолютной личностности падает на любое симфоническое образование, на любую симфоническую собранную личность, постольку она личность. Таким образом, по существу и в отношении к абсолютному началу, то есть вот к этой абсолютной личности, отдельная личность не имеет собственного. Ее собственное это отцвет личности, относимый как раз к всеединению. Но этого мало. вот постольку, поскольку для Корсавина личность это не только человеческая личность, а сама человеческая личность оказывается элементом, некоторой имеющей определенное место в иерархии коллективных, социальных личностей, симфонической личности, то постольку она прежде всего призвана выразить это целое, если угодно, личность того, во что она включена. Это, кстати, обусловило и своеобразную такую резкую критику Корсавина со стороны тех русских философов, для которых принцип персонализма был принципом безусловно. Где персоналичность, личностность не была чем-то вот просто заимствованной отцветом иной личности, в частности Бердяев. Бердяев поэтому рассматривал метафизику Корсавина как метафизику человеческого рабства. Конечно, Корсавин не стремился, и не в этом был его пафос, в том, чтобы, скажем, как-то ограничить свободу личности и тому подобное. Но какие поговорки им не делались, как бы не трактовалась личностная свобода реального индивида, во всяком случае, в общих схемах Корсавина ситуация выглядела так, что оценка Бердяевым была в высокой степени справедливой оценки. И вот это сказалось в частности и на причастности Корсавина к евразийскому движению, о котором у нас пойдет речь на следующей лекции. Она сказалась и на трактовке, на оценке тех событий, которые происходили в России, в целом на его философии истории, о которой я скажу несколько слов. Вот та картина, мы вспомним опять-таки, что Корсавин был историком, и, следовательно, вот разработка этой проблематики для него носила особый характер. он был профессионалом историком, поэтому я бы сказал так, метафизика или философия истории Корсавина одновременно включала в себе неизбежно методологически это разработка. Это достаточно обширная система, к сожалению, познакомиться со всеми деталями невозможно, но я просто хотел бы проилюстрировать некоторые ее особенности, ну, скажем, вот на примере трактовки двух важных для истории смыслов. Это смысл, который вносится использованием нами причинно-следственных связей, когда мы говорим о влиянии, о том, что вот одно воздействует на другое, и рассматриваем череде исторических событий то, что именуется причиной. И на том, что обычно понимается под прогрессом историческим, то есть определенной сменой тех или иных исторических целостностей. Вот у Корсавина как раз при трактовке этих проблем вот этот холистский целостный взгляд, взгляд на исторические образования, как на своего рода личности он выражен с исключительной силой. Так что Корсавин напрямую отказывается признать действенность причинения. Причинение скорее следует истолковать как то, что связано с внутренними движениями целостности. Причинение это то, к чему нечто как бы подготовлено. По видимости кажется, что причина здесь вот самая главная и самая важная. На самом деле есть некое внутреннее состояние, и это внутреннее состояние выливается в определенную череду исторических событий, как бы заготовленных из них. А внешнее воздействие это скорее фон. Это то, что в свою очередь входит в некую более обширную целостность и причинный язык здесь просто неадекват. Вещи надо понимать таким. Что касается прогресса, то такое позитивистское представление о линейном прогрессе и совершенствовании корсавином отклоняется со всей категоричности и он близок к своей трактовке исторического процесса к таким его моделям, с которыми мы уже с вами отчасти знакомы. Это модель близкая Данилевскому, Леонтьеву. Это модель, в которой признается как бы равноценность разнообразных культурных организмов, культурно-исторических организмов, которые возникают, развиваются и погибают, положив начало новым образованиям, куда входят элементы из бывших культур, в этом, скажем, отличие от Данилевского. Но что сближает это признание вот такой, если угодно, автономности, безусловности, специфически целостных исторических организмов. Буквально два слова я хотел бы сказать о том, вот как работала эта концепция применительно в трактовке такого важного события, как русская революция. Это предмет для осмысления острого и крайне, так сказать, заинтересованного прежде всего и тех, кто оказался в эмиграции. И вот очень интересно, что Корсавина характеризует такая позиция. Конечно, он не приемлет большевизм, он не приемлет все эксцессы, которые с ним связаны, он не приемлет идеологию большевизма, марктизма и так далее. И тем не менее звучат некие ноты оправдания. оправдания буквально не идеологии, не крайности практики, а свершившегося. Корсавин вообще смотрит на большевизм как то, что он называет индивидуализацию русского народа. Вот это один из философско-исторических примеров трактовки исторических событий Корсавина. большевизм это поверхностное явление вместе с его идеологией, с его специфическими моментами в организации и в деятельности. Подходя трезво, мы понимаем, что втянутое в это движение фактически не могут быть причастны к какой-то теории, которая называется марксистской. Эти люди просто не знают ее толком и не понимают. То, что они делают, есть скорее выражение глубокой потребности народа. И вот это у нас будет возможность рассмотреть на лекции по евразийству. А сейчас я просто зафиксирую эту ситуацию, я зафиксирую то, что исторические деяния большевизма, сама полоса, которая открывалась в результате господства, есть ничто иное, как выражение глубоких внутренних потребностей самого народа. Вот в большевизме мы обнаруживаем индивидуализацию, как по выражению Корсавина, индивидуализацию руководства. При том, что нет благостного отношения между народом и большевизмом, это тоже понятно, тем не менее, вот эти глубокие импульсы, они все-таки находят выражение. Поэтому Корсавин рассматривает эту фазу как устойчивую, как могущую иметь историю какую-то определенную, как в некотором смысле ситуацию, которую необходимо принять. Не значит все оправдать, но все-таки принять ее в целом. у нас будет возможность рассмотреть некоторые аспекты вот этой Корсавинской идеи несколько позже, когда мы будем рассматривать евразийство. сейчас сейчас я хотел бы только отметить, поскольку это выходит немножко за рамки евразийства, хотя и примыкает к нему, что понимание такого исторического будущего России, русского народа, Корсавин отчетливо тяготеет тому, что можно назвать православной идиократии. То есть господством православной идеи и в этом отношении число поправок, которые можно внести в большевистскую практику значительно, но не исключительно, то есть не все. Что-то остается. Что-то остается. Меняется идеология, на место коммунистической должна прийти идеология православия. И точно так же она должна держаться в силе, как держится насильно навязываемая коммунистическая идеология. Предполагает, что православная будет принята свободно и так далее. И сама организация социальной жизни, государственное устройство, оно тоже сочетает в себе вот эти моменты, кое-что из идеалов, не практики, а идеалов, выраженных вот этим коммунистическим движением. Ну и наконец мы переходим к последнему представителю русско-религиозной философии сегодняшней лекции, это Лоскому Николаю Ануфриевичу, разработавшему оригинальную концепцию, которая частично может быть рассматриваться и как философия всеединства, вот, но вместе с тем с рядом таких существенных поправок. Лоский использовал исключительно широко трансформировав, изменив метафизику Лядница, немецкого философа 17 века, причем его так называемую монодологию, при этом она, конечно, оказалась существенно измененной. Как вы убедитесь, многое здесь оказывается близким, я имею в виду близким и флоренскому, в известном смысле и Корсавину, поэтому некоторые вопросы будут как бы намечены, потому что понятно, как они будут развиваться. Два слова о биографии. В целом, можно сказать, что жизнь Лоского, если забыть об иммигрантских лишениях, все-таки сложилась более-менее благополучно. Он прожил долгую жизнь, он претерпел значительную эволюцию, сам себя он рассматривал как философа, преодолевшего Канта и как бы открывающего новую эру вообще в европейской философии. Оценка, на мой взгляд, являющейся завышенной чрезвычайно. Философия Лоского отличает буквально филигранная отделка всех вопросов, входящих в систему. В этом отношении, быть может, он самый выдающийся философ, поскольку в полном смысле слова реализует системность воззрения. С этим может быть связана и слабость, поскольку ясно выраженный элемент системности, он как бы свидетельствует об искусственности многих допущений, предположений, которые входят в его философию. Лоский начинает с развития интуитивистской теории познания. Интуитивизм, смысл этого интуитивизма опять-таки в конечном счете коренится в онтологической трактовке процесса познания. Лоского единожды еще молодого начинающего философа озаряет такая мысль, видите, какая краткая, все имманентно в семье. С этой мыслью мы уже с вами сталкиваемся на этой лекции буквально третий раз. Она иначе выражена у Флоренского, иначе у Корсавина. Вот так лопидарно она выражена у Лоского. Она приходит ему в голову, когда он в Петербурге в такой туманный день, когда все сливается, едет в университет на дрожках. и вот в этой перспективе открывающейся взору, в перспективе, когда как бы все сливается в одно целое, вдруг приходит эта мансия. И разработки ее в самых различных частях этому отдается плоским. Точно так же приходится постулировать предсознание. Предсознание как предпосылка для того, чтобы нечто могло быть осознанно, нечто могло быть потреблено в своем собственном понятии. Это не возрождение платонизма, хотя, конечно, эта традиция философская всеединство к платонизму примыкает достаточно определенным образом. Лоски вводит особое понятие, так называемую гносиологическую координацию. Важность этого понятия связана с тем, чтобы исключить возможность трактовки образа мыслей, чувственного восприятия как некоторого символа, как некоторого несовершенного образа вещи. Для Лоскова важно истолковать познание так, что в процессе познания нам дается сама вещь. Вот одна такая цитация. Интуитивизм утверждая, что знание есть не копия, не символ и не явление действительности в познающем субъекте, а сама действительность, сама жизнь устраняет противоположность между знанием и бытием. Вот видите, как важен этот момент для самых разнообразных концепций всеединства. В чем своеобразие принципа всеединства? Он сочетается с принципом признания множественности начал. У Лоскова несколько такая причудливая сложная схема. Согласно Лоскому мир есть целое. Он есть собрание иерархизированных вступающих в союзы монат. Духовных сущностей. Эти духовные сущности были сотворены Богом. Бог в мир не входит. То всеединство, о котором говорит Лоский, это всеединство мира как целого. Мира, существующего вне Бога. Единство, принадлежащее Богу, это другое единство. Это единство, непричастное многому в мире. Вот так Лоский исключает возможность пантеизма, неприятного для христианской философии. Так мы вспомним, я напомню вам, что, скажем, у Соловьева как бы не идет речь вообще о творении мира Бога. Потому что в рамках той концепции всеединства нет такой разделенности. Вот Лоский эту разделенность осуществляет. Он осуществляет за счет того, что он вводит монады, именуемые им субстанциональными деятелями. Субстанциональными деятелями. Вот все эти субстанциональные деятели сотворены Богом. Это первое. Второе. Все эти субстанциональные деятели суть духовные существа. Это очень важно. И как духовные существа и как субстанциональные деятели они одарены свободой. Свободой как бы выбрать свой путь в целом мира. И вот в зависимости от выбранного пути эти субстанциональные деятели превращаются во что угодно. Они могут быть электронными, камнями, они могут быть животными, они могут быть растениями. Изначально, когда они сотворены Богом, они лишены эмпирической определенности. Вот эта эмпирическая определенность, это плод их собственных внутренних усилий. Это то, что они делают с собой. Это то, как они реализуют себя в этом мире. Субстанциональные деятели и лимонады обладают единосущей. У них как бы в принципе налицо, иначе зачем говорить о всеединстве, некая общность содержания. В чем эта общность содержания представлена? Она представлена в том, что Лоский называет отвлеченные идеальными началами. Вообще говоря, он выделяет в мире три уровня. Три пласта бытия. Это материальный или психический уровень. Это то, что можно назвать уровнем, скажем, эмпирическим. Это идеально, отвлеченный идеальный уровень. Это уровень, который знаком нам по объектам математики. Он знаком нам, поскольку мы знакомы, скажем, с миром идеи Платона. То есть это мир отвлеченных абстрактных сущностей, законов всякого рода, которые, скажем, изучаются и открываются наукой. И третий глубокий – это мир конкретно идеальных сущностей. Это, собственно, и есть мир вот этих субстанциональных деятелей, так сказать, как таковых, в их сущности, в их существе. Субстанциональные деятели, в отличие от монад Ляйбница, открыты друг к другу. У Ляйбница монады обладают сождественностью, хотя они различаются в смысле ясности осознания собственного содержания. Но у них нет окон, они не контактируют с внешним миром. А эти не только контактируют, они могут вступать в своеобразные союзы между собой и образовывать, так сказать, новые целостности. С этой точки зрения Лоский трактует даже и трактует феномен смерти как просто распад целостности. Собственно, субстанциональные деятели, как таковые, они бессмертны, они не умирают, они остаются. Распадается то, что представляло собой как бы некий союз их, союз во времени, во времени, которое кончается. Поэтому феномен гибели, смерти, он, так сказать, неизбежен для всего. Но это не касается самого субстанционального деятеля. И как это не парадоксально, в конечном счете Лоский оказывается способным реанимировать подлежащую, опять же, лябницу, концепцию переселения душ. Коль скоро субстанциональный деятель бессмертен, постольку есть такая возможность, возможность вечной жизни, возможность того, что душа, вот это духовное начало, сотворенное Богом, может быть во многих обличьях, в обличьях бесконечно далеких от человеческого, где оно осознает самое в себя, а в чем-то не способно осознать. Вот эта несколько причудливая метафизика, она прямо легко, естественно, переходит в этику Лоского. В сущности, уже первый шаг, следующий за появлением из рук творца субстанциональных деятелей, это выбор, который носит сущность и нравственный моральный характер. Это выбор любви к Богу и, следовательно, движение субстанционального деятеля к высоким уровням, ну, скажем, такому, как человеческое существо, либо это себялюбие, эгоизация, мотив, характерный для религиозных философов, и, следовательно, переход, как бы, царство, где господствует материя с ее законами, царство материальных вещей. Остро стоит проблема спасения перед всеми русскими религиозными философами, и все они за, без исключения буквально, склоняются к той идее, что возможно спасение всех, что Бог все-таки не планирует такую возможность, как то, что кто-то может не спасти, кто-то будет вечно пребывать в аду. Вот эта идея царства Божия, идея спасения, который я хотел бы, пояснением которой я хотел бы закончить, изложение философии Лоскова, свидетельствует в данном случае о глубоко оптимистическом характере ее, и одновременно о том, что она несет в себя несколько измененный мир иллюзий. Спасение возможно, и возможно такая эволюция субстанциональных деятелей, когда они попадают в царство Божие. Это царство Божие как бы отделено от этого исключительно тварного и материального мира, хотя и не бестелесно, но телесность – это одухотворено, это тело другое, нематериальное тело. Вот цитата. «В таком царстве бытия нет борьбы за существование, нет деления на твое и моем. Все блага абсолютны, неделимы, удовлетворяют всех и каждого». И с тем, чтобы пояснить такую возможность, Лоски приводит такой пример. Это приблизительно такая же ситуация, как, скажем, господа, которые сидят в гостиной и наслаждаются музыкальной пьесой, потребляют равную. И абсолютно одно и то же. Вот в этом мы можем увидеть и такой религиозный образ, секулярный, в сущности, мечты коммунистического толка, где приблизительно те же самые принципы исповедуются. Исповедуется общность, в которой личность остается неприкасаемой. И где личность оказывается фундаментом общности. На этом я хотел бы закончить лекцию, ознакомить вас с вопросами для самопроверки. и попрощаться. Прошу прощения, еще два вопроса. И попрощаться. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.